всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно димон егор стало быть тути фрути да да и добро пожаловать на обзор варкапа под номером 287 хотя последний был по моему 283 но это не важно здесь у нас очень много демок это у нас рокки трамп победил дональд в цп и это собственно с чем мы его сразу поздравим и сразу скажу что так как наверное все видели предыдущие относительно этого видео про спонсорство у нас уже появился один спонсор уважаемый прокип-поп и в общем то вот вот и сразу обзоры поехали так что давайте ребят присоединяйтесь к прокип-попу также я там рассказал что много много бонусов будет спонсором так что не только обзоры вас ждут в общем то ладно давай это самое так сказать опа так старт взор это у нас рокет версия стрейк карту у нас тут 10 ракет лежит попался видим старт тут у нас стартайна прямо здесь находится он где-то по этой линии что довольно странно на самом деле только сейчас ты заметил тар есть можно таре замутить но ракет всего здесь у нас ограничено все поэтому я возможно будет не очень эффективным в общем старт можно еще наверно пару ракет кинуть можно осмотрительно так пройдусь не спешат офигительный дизайн с титрайдерами водопады кстати шумят язвы но неплохо идем дальше очень сложный коридор курвы деревья очень классные бабочки деревьев деревьев можно посидеть если хорошо не по небо какое смотри осенние деревьев то было летним и дальше ромашка 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 огромная ромашка там димон где вот это да вообще огромный она еще вода хилит это походу летящая ромашка все короче не пишем обзор в пизду это как можно такие карты блять не нахуй дисконнектов так белоруссия также причем пройти типа быстро что ну пройди как-нибудь как быстро но не спешат но у нас 10 ракет стало быть где попала мы их не можем кидать ракет спам это у нас не ракет спам поэтому надо но как димон собственно сделал все ракеты так и надо расположить ну почти да а чё так и надо не ну что ваша очередь а что моя то что я могу сказать про советы про советы но первый про совет здесь что нужно делать гб от стены потому что это будет эффективнее с начальной скоростью чем делать ну смысле надо делать от задней стены они от боковой боковой максимум там ну 1100 1200 получим от задней стены мы можем получить 1300 но я сейчас конечно наверно не сделаю потому что это надо тут привыкать ну 1200 тоже тоже сойдет следовательно далее мы отстреливаемся от следующей стены здесь делаем под себя шку и вот здесь тоже важный момент надо не просто отстрелиться отстрелить себя чуть-чуть вниз чтобы под себя шку сделать здесь как можно раньше но при этом не слишком вниз а то вы не успеете сделать под себя шку но если вы на рекорд трудитесь так сказать далее делаем здесь под себя шку здесь у нас где-то 2400 и здесь возможно многих кто быстро проходил была проблема что они вот эту рампу еще задевали потому что отсюда от этой стены делаем гб и чтобы эту рампу не задевать как раз таки начальный спейсинг нам в этом очень помогает потому что мы отстреливаемся вниз делаем под себя шку раньше следовательно здесь падаем тоже раньше и здесь отстреливаемся тоже раньше то есть у нас кулдаун смещается и мы получаем достаточно хороший плюс по скорости по спейсингу и так далее ну и здесь все как сделал демонт по спейсингу здесь естественно нужно делать с ким этого угла далее делаем с соскальзыванием гб от этой стены ну и здесь просто летим здесь по моему никаких мы ракет не кидаем до в этой а ну да под себя шку и собственно скорости у нас будет много от этой стены уже отстреливаемся у нас остается здесь она ракета ее можно по своему усмотрению либо под себя шку кинуть сразу после ракеты либо сделать еще один прыжок и отцелиться от этой стены к финишу еще суть здесь просто в том что на большой скорости делая гб от этой стены вы вас как бы мало контроля в воздухе потому что здесь что-то типа сколько там 3500 где по скорости не тогда вот и вы не сможете сразу поворачивать на финиш с под себя шкой вы сможете сразу же сначала туннеля начинать поворачивать на финише это будет немного вроде как быстрее и сразу попадаете на финиш ну давайте я попробую как-нибудь у меня наверное не очень хорошо получится по спейсингу я здесь не подхожу немного делаем под себя шку от этого пада и желательно сделать на такой высоте чтобы попадать не на рампу не резать себе скорость попадать уже вот на эту платформу на ровную землю здесь сделаем буст ну и здесь так как у нас скорости не очень много обстреливаемся ну вот и все собственно ну карта сама по себе сложная только в том что нужно все ракеты очень хорошо выстрелить а в остальном она ну ничего такого в ней прямо задротского нет вот здесь что добавить и видимо и нет все правильно раскидал до проскидал кассе понравилось оба плюс 32 ну все ну в общем то вот примерно так то выглядит только сесть на все побыстрее ну естественно вот этот вот вот эта ракета достаточно техничная можно конечно и задом делать и крестит вам так удобно но есть большая вероятность что вы будете падать сюда воду а если будете передом то у вас как бы контроля сразу больше вы задом здесь передом вы сможете сразу к стене прислониться как нужно задом но это не совсем комфортно хотя если кому-то удобно то как бы ради бога не законом не запрещено так сказать я пытался тут спину делать я в итоге от вторую стенку вторую стенку отстрелился очень поздно но да то что ты типа прислоняешься позже или там как-то выравниваешься позже есть такой да момент ну или да только развернулся уже стенка рядом сразу обратно разворачиваться взрываться ну пойдем тогда смотреть дему ли да пошли 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 дему ли демочки ты 0 и так начинаем с вку 3 естественно будем по очереди как обычно я начну первый с компа лонуса калининград рус 37 и 2 play да так пошел это ракеты ну сразу очевидный минус что нужно отстреливаться от себя они под себя особенно выку 3 вы как заскинул там да красиво походит максимально сэйлова ну почти ну вроде без косяков особых прямо все ракеты правда потратил до финиша вот выку 3 кстати вы право кутри не рассказали но по ходу дамок давай тогда выку 3 в конце нужно сохранять ну для более менее среднего тайма для средней дорожки можно в конце сохранять ракету чтобы ею отстрелиться либо в туннеле на финиш либо на самом финише от стены потому что завернуть на финише вы не можете вы в любом случае за врезаетесь в стену на большой скорости и скорости у вас нету так давай демон чё там керф из китай 3 4 3 play керф керф 40 минут уже да старается наверно сэйвит ракеты да кстати все вообще все 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 зацейвил ракеты грекли лохов понимаешь так даже он сэйвит ракет сделал что еще не ракеты до 2 ракеты это потенциально пару секунд на самом деле 34 0 миллиниум play хороший отстрел первый вот отстреливать сюжет себя тысяча шестьдесят пока что он хорошо идет до ну в целом неплохо в конце даже красиво 999 упсов ну нормально только я думаю что нужно более какие-то прямые траектории пытаться делать в икутре особенно надо над этим поработать кузлех 33 5 play давайте обозреваем кузлех а ну-ка 15 минут уже перебил чувака которого было 40 ну это скиллы скелетов переливая всех ракеты используют как дверь 2000 нет не использовал ракету на резком завороте ну я буду попозже а то что-то это ой в конце ой 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 кузлех кузлех ну 500 вот эти потерял могу 32 сделать так мразоров 31 5 play пару секунд думаю нормально отстрелился на 360 но на 180 тоже красиво скорость пока хорошая ух блин какие резкие движения да это по ходу мой пиздюк по ходу типа типа да я вроде не уверен да да вроде как бы движение резкие а тайм по 31 5 ну не там на самом деле хороший и правда в конце немного наверное не по плану пошло и пришлось тормозить но в целом очень даже ну хорошие ракеты хорошие но сама карта еще навыку 3 очень неудобная я ее тоже пытался в кутре взять рекорд но я плюнул там как этот шайн который стрендж нашел другую другой роут и мне стало лень томми из санкт-петербурга 30 0 давай 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 рампу завязал астрофит как черт нормально где мы просто чуть ли не промахнулся по островкам нормально пошел рампу я так сказал одна ракета используем ее здесь ой потерял ой потерял ну потерял зато он кстати на финиш получше завернул из-за этого так что может быть он даже и не потерял в плане тайма просчитано просчитано да все калькуле это темп с 28 и 9 с разрывом в 11 а прошло еще полторы секунды было плей блин опять рано запустил на темп x у нас умеет играть но где-то видимо по роту немного пропустил может кто-то по скорости не дожал перелетал один островок а вот перед рампой до перед рампа потерял только пробок утрешники там как-то и скорость конце не набирал но фреймов наверно потерял но ну и может даже не пару чуть больше но все равно мы это это дефраг здесь на фрейм и счет да так skyx перебил темп x и между прочим 288 play нормально золото выжил нифига да свет 100 и 200 и нормально тоже прижимает зоны смотри как жмёшь нифига он проскакал дина ну не знаю и ракета не использовал господи а мог бы в конце себя на финиш еще толкнуть вообще-то раз уж осталось так сказать ну ладно шо ж поделаешь но ракеты хорошие нормально прямо реально как фейк гоняет как фейк 286 гмук . play ну вот у нас более-менее у всех уже становится одинаковым ракеты более-менее одинаково располагаются прыгал по островкам одну ракету и вообще почти никуда да рампу пропрыгал хорошо так же за ракету тут в конце нормально вот оптимизированный роут по идее просто все чуть-чуть побыстрее и будет 24 но 25 так диман дам нетлайт 285 play так тут скорости так-то мало ну маловато чё-то да опа на страхе использовал потерялся слегка потерялся вот без ракет финиш тоже как вариант вполне себе может быть браки поп наш первый спонсор и пока что единственный не оставляйте его в одиночестве так сказать и будут обзоры буду вас шантажировать блять нет обзора нету спонсоров нет обзоров ясно на самом деле потихоньку начнем записывать просто ваша поддержка дополнительный мотиватор и я смогу даже поесть так ну шоу 264 прокипов play на 2 секунды почти между прочим на прокипов нормально последнее время вроде как насколько помню очень хорошо играет до отдыхал сбитывание да нормально он и 200 как надо 2300 за скиммин 1400 нормально сомнительная сомнительно прошла рампа дорожка шайна как раз но на рампах не очень да хорошо отыграл поэтому него тайм такой но прошел очень даже качество нормальным так это у нас это пакистан да иван 1488 на на 70 грубо говоря перевел play бля петра на нажал ёпта дэмский олди вот спалили здесь у него скорости поменьше в туннеле угол он низкими 2200 всего на островках но вот с рампа с рампами с этими он конечно намного лучше прошел намного быстрее поэтому него и тайм такой то есть если бы у него был старт получается как и у проки попа он бы сделал наверное 25 точно сделал там верхние 25 26 и 2 хейс play давай демон давай давай по очереди я забываю ну туда бус видел на бус такой бус конечно никто какой не сделал и 300 летит рампу дэч и не заскинуло до 300 но стремился нормально и упал да по траектории вообще хорошо так брич 26 и 0 play третье место поздравляем брича с третьим местом 700 очень странно чего чего чуть-чуть подскимил 2300 тоже набрал с островков но кстати нормально рампа прошел достаточно быстро не брал стрейфил ну что он без скуда пушки играет когда его знает ну в общем то да нормально почти 25 я думаю что если бы он в конце нормально еще подстрейфил то может быть и 25 взял кет второе место 25 и 3 play поздравляем тебя кет час играл какие резкие но не удано высокий сенс по ходу очень высокий либо он просто шкаф рукой умеет дергать так резко нормально пошел на на качестве 1800 сразу мощи блин вообще неплохо когда мы в конце стр и выстроил себе фрейм нормально ну первое место бригад поздравляем тебя 26 я эту дымку скрывать не буду видел у этого power heavy metal а и и у меня даже есть уже к этой дымки критика что можно было бы и получше на самом деле давай плей ты еще на сервер тая посмотри две минуты но в реально можно было бы и три поиграть бриган ну ракеты ракеты хорошие тут типа ничего не скажешь от себя хорошие но вот этот момент с рампами мне не очень понравился потому что на мой взгляд можно все-таки пройти рампы по более узкой траектории при этом не особо потерять скорости зато перебрести в спейсинге и ну собственно в тайме ну я не знаю я особо в ку-3 прямо не затрачивал ее мы там один день по моему цпм вот в ку-3 на стриме поиграли с димоном с дональдом и все так что ну молодец в любом случае первое место до вр сделал я думаю что шайн тоже бы какой-то комментарий может быть оставил кстати говоря вот становитесь спонсором 2 либо третьего уровня я попробую может быть шайна на какой-нибудь в ку-3 обзор позвать или романа жанна кто его знает так что это старайтесь лучше так сайт танец пм 28 кузлях play блин опять рано запустила забываем я сам смысл синхронизируюсь я сам я сам забав пользу вот это странный был нормальный старт красиво да кричит на рампу где-то он был но нормально кстати нормально прошел единственное что старт и сделал получше в остальном все хорошо старт бы получше сделал может быть и 21 взял 24 томми spv play на 400 всего перебил ну 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 нормально вот поспечаша тебя же просто везде нас морает свой стримов перел это было надо поучиться томе заворачивать копкой в бок кнопками стрейфах умоуг 6 терял просто да но он пытался но ну за попытку конечно плюсик до ставлю класс ставим ставим зимоном класс а за потерянной подсвяжки ставим не класс так быстро x8 российский санкт раша 21 6 play вот уже старт более-менее опоминный себя же потерял вот как держи работает он вроде стреляет от себя выберет ну нормально кстати быстро пошел если вот я заметил что уже получается 3 пока что человек начинает старт слева то есть они с левой стороны еще поворачивают потом это же цп тут можно повернуть из и с правой стороны и это будет быстрее по траектории просто и это типа изначально сутки две три дает а в дальнейшем намного лучше time ваш станет так что траекторию я об этом говорил на прошлом ком-то обзоре который спонсировался лунтиком какой-то там portstar был я не помню и там я тоже говорил что зачем вы делаете такие прямо какие-то непонятные за полу полу круги которые вообще абсолютно не нужны ну вообще-то следите за этим следите за траекторией а не за тем сколько у вас там скорости по итогу будет миллиниум 21 5 play вот обидеть чем ну здесь лоза без густану здесь ладно с правой стены в конце оттолкнулся на чек пульсы еще предыдущие 2 200 нападах на мой не ракеты нормальные вообще нормально правда последнюю в никуда но ничего страшного принципе так сергикус 19 4 на 2 секунды перебил play так что ничем без густан по себе гашка хорошим и опять от левой стороны так твой юрдик димон безгущен не понравилось тебе без буссов не понравился безгущен и ну ладно 19 3 православные так сад 19 3 геймрок play читается тупил все жестко бывает уже вечер мы пишем я уже устал я недавно проснулся вот так 2 300 2 400 под себя жена себя что там вообще никогда не делал аутентичная по себя так последняя ракета куда-то серьезно труд с девятью ракетами геймрок еще раз мне пришлешь рокетран с неиспользованной одной доступной ракетой я твой дэм посмотреть не буду больше на ракетране 200 ракет он должен все 200 ракет не ну если ограниченное количество ну 200 это не ограничено ну да ну да не ограничено так 145 908 пилу из нидерланд 19 in play на 200 перебил геймрок так классный 2 300 весь минус так ну как будто под себя что он залетел туда нормально ну все плавненько да ничего не дергается какой-то фейк походу ему вообще-то да я узнаю что заметил что это вот все люди перед тем лесным поворотом они как-то мышку так двигают ну да ну да все вот это вот ваша давай следующего давай следующего подавай 18-4 ну-ка из жопа не play японский ты фрагер вот пятна вы не рар японский став на самом деле в этом старте есть смысл если вы сделать нормально но ты грежешься всех я не поймал что произошло в конце почему так низко оказался да чё-то странно ну ну да ладно это японцы мы оставим их японцам так сказать пусть японские обзоры обозревают эту делку потому что мы ничего с зимоном не поняли какие-то иероглифы так иероглифы иероглифы да или как кто 18 один красивый play а кстати говоря красивый тоже новичок все все еще и слева потому что скорости не очень много зачем это правой стенке перестаняться если он может клево это все очень кстати хорошее решение которые говорят и мне о том что во первых не умеет красив поворачивать боковым стрейфом и дабл джапа делали да ну вот этим надо поработать а демка очень даже хорошая очень даже быстро вайленс из узбекистана 18-1 на фрейм перебил кровь сила play уже отправила вообще везде от правой стенки отстреливаются а здесь ездить ну там демон под себяшку сделал вот под себяшки туннель сделал в туннеле под себяшку и за счет этого раньше на старт повернул то есть в этой под себяшки есть свой скрытый смысл так сказать ну нормально хорошая демка но если мы давайте так договоримся если мы ничего плохого сразу критику не говорим значит демка хорошая мы не будем каждой демке говорит что она хорошая потому что это выглядит как будто типа ну мы ничего ничего не сказали но демка хорошая просто мы нормально смотрим просто иногда нечего сказать ну нормально человек прошел ты же не будешь докапываться что блин вот тут конечно вот гб бы на столбцев побольше да да ну типа понятно что человек играет на на пределе так сказать своих возможностей поэтому такое стараемся смотреть перспективы игрока да 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 спасибо димон ты прямо мои мысли мой вагон слов типа не бесполезных в одно предложение вместе красава да приз приз за оригинальность тебе димон дадим на это макапе появишься 17 8 в эти тадо play на 300 перевел уже 17 у нас появились секунд 200 минут вот это подсвечка с под себяшки гбс под себяшки еще и double jump сделал хороший нам блин вообще красиво вот это красиво молодец правда старт вот на стриме бы подглядел ну ну чё как как не все зайди на стриме подгляди это у и правда да внутри 17 4 кипиш динозавр сейчас у нас гастерический будет на 500 быстрее на 400 я буду договаривались что кипиш пока не сменит модельку мы не будем говорить потому что потому что ничего не слышно мы же дефрагер мы играем без мониторов и на слух понял кипиш значит смотри это айди дырки какой 777 37 класс ну читер и что могу сказать какой-то исторический айди 17 3 на час гол play на соточку ну блин кипиш мог бы иначе соперебить на самом деле конечно мог конечно мог аначе смог бы 2 поиграть если он за минуту такой-то сайл тайм нормально кстати правда лишнюю ракетку где-то заюзал но правильный роут мы показали правильный роут мы увидим в конце то есть на старте так сказать топа я думаю что все кто смотрит обзор смогут равняться и сравнивать свои дорожки сами мы ушли за вас не будем эту работу над ошибками делать но в плане того что вы ошиблись с роутом очевидно что вы ошиблись с роутом если у вас тут его ну бля ладно и не вот начинать долгую тягомотина 16 9 механики из эстонии play на 400 перебил ну не многие не ошиблись с роутом многие просто уходим это давай еще на сфере просто многих меньше скорости чем можно так сказать как думаешь как из оригинальной а вот я сейчас об этом подумал давай пересмотрим давай блин дым к класса я пересматриваю нихуя просто это приза оригинальность механик поздравляю это твой первый по моему перед за оригинальный изобретенный буст ученые нашли новый буст учили в британские ученые выяснили что механиков выше айки чем у других дать его отрасли сферы работников блять чем-нибудь не знаю так так механика записываем в этот в лист в лист оригинальности но пока карандашом демон запишет но к мало ли еще демки есть но вдруг кто-то пизде в пизде в пизде 16 9 совсем немножко перебил skyx механика play старт старт нормальный он летел он было о его щек красиво блин ну классная дымка очень классно чистенько все выполнено хорошо единственное что почему мы делаем давайте так быстренько пробежимся по комнате с падами если кто-то вдруг не понимает потому что это не первая уже такая демка почему мы делаем гб соскальзывание и типа стараемся его как можно больше вправо взять потому что нам потом на поворачивать влево если у нас много скорости мы поворачиваем влево с левой стороны то мы повернем плохо и сохраним меньше скорости если мы поворачиваем с правой стороны следовательно мы при мы сохраняем больше скорости это по траектории не совсем правильно на cpm это 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 cpm это не выку 3 здесь траектория не так сильно может решать как сохранение допустим двух столбцов вот вот и все в ему 16 7 play стоит стоит ругается на маппера походу 17 минут да смотри высказался нормально нормально пойдет красиво сжиму класс вы мог красавчик 16 6 гмук . play ну не очень эффективно и здесь скорости побольше и на старт лучше да и на старт лучше про это повернул на старт ну на старт в конце который но этот на f как его в старт вот этот ну все поняли о чем я хватит делать вид что вы меня первый день смотрите первых 16 2 хухала play на 400 перебил мук точку так классный классный пуст нормально boost нормально пуст прижал для осуждаю так сказать сервер называется 3000 почти на финише были нормально за счет старта мне кажется в основном вырулил очень классно все прошел единственное что он зацепил рампу на рампах и потерял там скорости можно было бы наверное ну хотя у него такой наверное роботы был ему так удобнее и у ему так было стабильнее за счет чего он и сделанных свой тайм это все очевидно логично 15 8 хостовара еще на 400 перебил твой просто варбу 4 минута сервера вообще всех перебил после 4 минут плюс 2 фрейма так неплохой старт неплохой старт что я могу сказать ну кто трампу завел так так и так лэм ой-ой-ой 300 было вообще жесткий ребят жестко димон что-то да страшные люди играют походу на туре 4 минуты и уже мой старт перебил на туре короче надо плакать да садится в угол обхватывать коленки до 15 7 а в лон тиск только такой я не знаю первый раз вижу вечера 695 димон смотри айти для тебя о демка посвященная тебе play бля кто-то сейчас плей надо да я же сказал плей блин нормальный бус он блин все лунтик короче это скоро нас с собой перебьет димон ух шики зумеры кто-то лунтики ну блин вообще классно прошел 15 7 нифига очень классно пошел выглядит как будто 47 странно это может может где-то лишняя секунда засчиталась лунтик ты переиграй карту а то тебя темп x какой-то перебил из снили что это такое на пару фреймов перевел темп x play так достал ракету пошел очень странный старт как японский ста ну снили это походу где-то в японии димон даже звучит по-китайски ну вот минус этого старта в том что у него получается у него после третьей ракеты с его роутом было скорости 1700 плюс у него спейсинг был немного шире что является минусом на этой карте со стартом с двух ракет можно получить те же 1700 с хорошим бустом первым и и спейсинг будет уже то есть этот роут в любом случае получается а темп x его сделал более-менее нормально этот роут не очень значит не вся японская продукция хороша димон запиши тоже карандашом еще но я немножко перебил 15-7 play ну ладно что он тоже на маппера ругался то есть у него он у него словарный запас больше 3 400 на финише финиш для стройка да но это вышло виш вот на такой скорости это уже не очень эффективно потому что ты завернуть быстро не можешь ты либо теряешь скорость либо чё но в этом случае вот как раз будет удобнее под себя что сделать и сразу поворачивать в ритме из юса 15-6 play так бустов нет ну да вот человек просто сделал будут соскальзывать классная ремка классно на концовка мощная мощная концовка но не в эти ну пус видишь пус конечно вот сделал буст полюбасу и выиграл вот эту сотку пус собственно 15 5 пус собственный персон пус собственный ой от левой стены но это но это минус это минус 136 по моим часам так сказать вот со скальзыванием и повернул хорошо да без прыжка и все видите вы на хорошо повернул и траектория классные скорости много пус красиво как и как и обычно последнее время это с 4 х а ну третье место кстати говоря поздравляем тебя пус сюда рис красава на рис питался 4 х из 2 место поздравляем тебя х из скобки скобки ты минуты поиграл топ-2 стоп и стоп ну блин не стоп ну блин не стоп ну да летит ядерно а рампуз задел аааа рампу так нормально ну финиш еще ядерно просто ну блин нормально нормально ну да то что вот рампуз задел не очень хорошо но видимо перебить себя потом уже не смог а в целом демка очень сильная и наш фаворит в данной гонке плюс 600 сделал от 2 место с большим большим отрывом дональд 14 и 8 плей с вэром с вэром дональд но это ненадолго братан а может и надолго слушай ну если мне будет лень вот ниже ой 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 вот знает как лететь всю карту был минус плюс 100 откуда плюс нормально это плюс у меня 14 880 вроде как значит он сделал сколько плюс ну сколько раз бля да неважно короче сотку вот столько еще сотку вот столько и ты руки так разводчатые он сколько сделал ну в общем то да классная демка ну в таймскейле мы смотреть не будем особо рассматривать здесь нечего скорости у дональда здесь очень много но я думаю что это все можно еще улучшить так что дональду стараться лучше бриганду стараться тоже лучше потому что всего две минуты играл ну и механику все таки достается приз за оригинальность самый классный красивый буст при вас опять же поставлю сейчас давайте перейдем в браузер так и сразу в админку давайте зайду вот у нас кстати таблица давайте ее сначала посмотрим минус у нас получил никто новый сезон а ну да новый сезон у миллениума очень странный ник ну и собственно это все ну да 16 демокуку 3 26 cpm очень даже неплохо очень неплохо так заходим значит в админку вспомнить бы еще где где это делается там новости рид а вот поставить импрессив это у нас хантера 23рл поставить импрессив ищем механика механик импрессив братан сохранить page not found а ну это бывает то импрессив поставился да вот он механик поздравляю первый твой импрессив очень классный буст возможно я его если запомню то мы где-нибудь его используем потому что это в принципе возможно даже эффективнее и мышкой вертеть много не надо так что это димон тоже запомни его запомни все запомни вообще да ну и все всем спасибо ребят спасибо еще раз про кипопу за спонсорство присоединяйтесь так сказать в нашу армию привилегированных у которых будут доступы к материалам которые я рассказал и и больше даже чем я рассказал в ролике который про спонсорство у нас ну и давайте с дональдом обзор было бы прикольно наверное на русском заставить его еще говорить так что я думаю ради этого стоит немножко постараться так сказать да ну все всем спасибо всем удачи старайтесь лучше до связи